всем большой привет пришел пришло время рассказать про свои замиокулькасы в ригатные так сейчас я постараюсь чтобы их более-менее было видно свет сверху включу не особо помогло ну в общем кто меня давно смотрит те знают что я только-только о купленных растениях никакие выводы не делаю да даю им порасти поразмножаться понаблюдать за ними там полгода год и уже после этого делаю какие-то выводы да как что за растение как в общем замиокулькас в ригатной вот это мне подарили растения год назад мне подарили вот эту вот ветку укорененная была и была посажена в грунт личуза личуза вообще не росла но про грунт мы чуть попозже с вами обсудим еще успеем а вот это замиокулькас видите какой вот была куплена вот эта веточка и другая которая была вместе с ним вот она она пенек от него уже остался это я покупал в тайской закупке и цена была достаточно недорогая в районе пяти что ли тысяч но слабая в ригатность то есть там было буквально на двух-трех листочках у меня прошлом году вот такая вот красивая пестрая ветка выросла смотрите какая ярко симпатичная а следующая ветка выросла практически вся зеленая на ней есть некоторые листики вот такая вот расцветка еще вот по самому стволу тоже идет в ригатность так что не все потеряно а когда мне пришла вот это вот это вот этот замиокулькас пришел у него при транспортировке был плохо закреплен горшок к тубусу который его должен был удерживать и ветка сломалась вот здесь видите я эту ветку которая сломалась решил укоренить она у меня была на восемь листиков на четыре пары они видите так вот попарно растут и я значит срезал одну вот такую и посадил листики листики посадил шесть получается шесть три пары вот и посадил два листика с двух листиков у меня выросли через полгода где-то плюс-минус вот такие растения выросла зеленая у одного у другого белая но вот здесь вот сначала была белая потом выросла зеленая а тут была еще одна белая и выросла светом за ней еще еще одна белая я уже думаю ага буду снимать видео обман про замиокулькаса нас дурят нас обманывают потому что вот с этой ветки тоже наросла такая достаточно крупная картошка и вот они две ветки полностью альбиносные вообще полностью альбиносные то есть я уже туда внутрь и позаглядывал посмотрел вообще ничего зеленого там нету ну то есть такое очень грустное зрелище это конечно красиво смотрится особенно если это там будет пышным кустом но это не жильцы по большому счету и это можно видеть вот на этом растении вот на этом наглядно чуть что не так растение так бы засушили вы залили там что-то с корнями пошло не по плану да так дайте еще чуть-чуть что-то пошло не так первым растение сбрасывает ненужные части ненужные части это вот как раз вот которые не приносят никакой пользы это вот белые бесхлорофильные они страдают в первую очередь то есть если выращивать растение бесхлорофильные то за ними нужен глаз да глаз я не раз говорил что я решу и могу и залить и засушить я такой же человек как и все остальные вот и замиокулькас подвергся до моей вот этой вот нерасторопности неосторожности ничего страшного ничего страшного все это дело просто я сейчас срежу чтобы оно скажем не портило общей общей картины да она она вот эта ветка она совершенно не нужна пускать ее на размножение бесмали бесполезно и бессмысленно да кто-то скажет поставь воду а вдруг что-то появится ничего не появится это просто в мусор это в мусор пойдет так вот хотел значит снять ролик про то как нас обманывают с этими замиокулькасами потому что вот даже вот листик просто укорененный листик в регатном стоит достаточно дорого особенно когда только появились на рынке стоимость одного листика доходила до 20000 вот сейчас конечно же они там и 500 рублей 1000 стоит ну намного дешевле и веточку можно купить в принципе уже значительно дешевле вот но сам факт того что вот вы купили вот этот листик допустим да не за двадцать конечно тысяч тысяч за две-три потому что но это вот более такие приземленные которые я помню цены там конечно ставил кто сколько мог и выросла у вас зеленая ветка через год через полтора потому что растение растут не быстро потом выросла белая но красоты то никакой же согласитесь особо нет вы же хотите чтобы у вас было что-то пестрое до чтобы вот расщепление было вот на подобие такого а его нет его не происходит и когда у меня вот у этого куста выросла значит ветка полностью белая вот от этого я подумал думаю а эти тайцы засранцы взяли и укоренили просто ветку да то есть картошки не было ничего они там не делили и пошло вот такое вот белое следом выросла зеленая я думаю надо надо по понасмотреть следом выросла вот такая красивая вы только посмотрите какая просто вообще огонь кстати говоря про освещение вот это растение у меня стоит на стеллаже она у меня светится тоже достаточно хорошо вот но думаю надо все равно поставить на окошко пока летом пусть солнце половит вот переставлю а вот это у меня замя стоит замя кулька с замей назвал разами сейчас разговаривал поэтому слетела с языка она у меня стоит на кухне и освещает солнечным светом то есть ей света прямо предостаточно тем более сейчас лето да и зимой у меня там мампа такая хорошая яркая мощная висит и она получает все в этой жизни что можно получить так вот обломилась у меня с этой веткой снять ролик про обман получается его нету никто нас не обманывает никто нас не дурит все-таки я те при надежды что когда-нибудь возможно вот это вот картошка вот это вот картошка да вот это вот картошка меня порадует тоже такими вот пестрыми разноцветными листьями не одного тонна зеленые либо просто белые желтые такие а вот именно вот пестренькие чтобы было желтым зеленым будет вот такое вот расщепление я на это надеюсь и знаете я очень рад тому что у меня хотели купить эти растения а я воздержался я воздержался прямо вот не хотел я думаю продавать вот так вот думаю подам либо не вырастет либо черт потому что знаете я все равно заинтересован чтобы мои растения росли в новых домах чтобы они приносили людям удовольствие в общем то а если это вот будет ну неприятно согласитесь да уже как-то я бы не вернулся к тому подавцу который мне продал лист а из него вот это вот выросло ну чё это я понимаю что это вот это вот массовое скупка всего то что новое интересное красивое необычное есть да такое но все равно осадочек он есть так что про грунт кстати про грунт многие вот знаете вот снимаешь ролик и даже не хочешь выкладывать про растение что-то рассказывать потому что я рассказываю про растение исключительно про свой уход про свое содержание в моих условиях да как я привык поливать чем удобрять там какой грунт и так далее вот но все равно приходят люди которые начинают говорить что вот учебники не так написано там я статью читала там так вот а вы а вы этого не делаете а почему вы не делаете значит вы делаете неправильно вот так вот так говорят и поливать не надо и вот это убери отсюда переставь высади пересади горшок тесный глубже выше сажай в общем читаешь и думаешь вы создайте канал и вещайте чего меня так когда я этого не спрашиваю начинайте это говорить рассказывать например яркий пример про грунт была у меня посажена вот это вот замиокулькас вот этот вот замиокулькас в личузу личузу любят все абсолютно просто супер популярный мега грунт у которых хорошие у многих результаты я не спорю не отрицаю этого но я такие грунты не чувствую в плане не чувствую я не чувствую сколько нужно полить когда нужно полить когда он просох когда он не просох вот а визуально я не вижу по да он сверху камушки они сухие а внутри непонятно и какой-то график для каждого растения в моей коллекции полива да но это нереально будет соблюдать поэтому и кстати говоря в личузе он у меня тут была одна веточка которая не набралась сил чтобы вызреть и вырасти в полный рост то есть она у меня появилась тут зачатки до основного ствола и потом месяц два-три смотрю чернеет темнеет и вообще отвалилась а вот и я принял кстати есть на канале как я пересаживаю я принял решение и решение это правильно потому что сразу три ветки она мне выпустила одну за другой после того пересадил вот да тут и минеральный грунт этот которым она была но тут еще и дерновая есть это вот ролик на канале есть можно найти посмотреть шорсах как я ее пересаживаю так что грунт индивидуально подбирает каждый сам под себя под свои условия под свои растения до условия какая у вас важность освещенность объем горшка количество листовой массы сверху это все влияет конечно же нам нужно опираться на какие-то основы что растение предпочитает но немаловажно те условия которые вокруг растения и которым непосредственно скажем вы должны сами привыкнуть потому что но если вы не привыкли вот как я к тому вот грунту лечусь то и расти растений у меня не будет а кто-то понял это понимаете вот так что про грунт все сказал не надо мне рассказывать куда сажать и какие учебники читать уже перечитанные кстати там несколько книжечек меня ждут когда же я их открою когда найду для них время так что друзья красивые эти растения вот но каких-то супер таких ярких интересных расцветок пока вот мне не добиться пока вот это все дело выглядит вот так вот вот видите да тут это почти тоже зеленый тут пола абрегатность кстати на каком листе уже не помню это почти вся зеленая вот это вот яркая из неизвестно какая ветка вырастет либо может следующая вообще белая вырастет непонятно да может зеленая или еще еще чего то есть это все дело достаточно такой непредсказуемый но темы интересные абрегатные растения что вот они непредсказуемы никогда не знаешь какой лист ветка в данном случае вырастет следующие все дорогие мои на этом у меня все такое вот у меня спонтанное видео получилось прям решил поделиться потому что есть чем есть чем так что надежда теплится у меня на эти растения буду их держать у себя наблюдать смотреть вот возлишки их в этом году в альбомы тоже не выставлял не публиковал так что только тех кто от в личку интересовался ну хорошо хорошо что не продал не продал потому что вот такие вот дела все спасибо всем за просмотр за лайки за ваши комментарии за вашу поддержку за подписки на бусте спасибо вам большое я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока